Здравствуйте, это Vivo Telecom И мы сегодня обратимся к приемнику Ritekis TR110 И мы с ним проведем следующее измерение Измерим мы чувствительность на внешнюю антенну в различных диапазонах Мы снимали короткий ролик с запросом о том, какие частоты вам интересны Получили некоторый список Ну и нам были частоты понятные, какие замерить для данного приемника Или на каких замерить чувствительность для данного приемника Поэтому сегодня вот с этим поразбираемся Снимать о комплектации, о управлении, естественно, мы не будем Потому что достаточно уже обзоров и так Повторяться я смысла не вижу Приемник интересен своей компактностью, легким весом USB портом Type-C для зарядки аккумулятора Аккумулятор сам идет от Nokia старых телефонов То есть BL5C, по-моему, он называется Достаточно распространенный аккумулятор Поэтому... Ну и, естественно, заявлено огромное количество диапазонов частот, где данный приемник может принимать Поэтому мы вот сегодня и познакомимся, насколько реально он это делает Давайте переходим тогда к генератору То есть будем подавать на вход внешней антенны сигнал с генератора Ну, а настройки я сейчас уже покажу именно, когда подключу приемник То есть там есть свои нюансы, которые мы будем использовать для получения максимальной чувствительности Ну, в каждом из диапазонов Проверим амплитудную модуляцию SSB, если получится Ну и, естественно, частотную модуляцию на основных каналах Начинаем Смотрите, начнем сначала тогда с подключения Использовать будем вот такой переходник Высокочастотный С одной стороны джек моно 3,5 мм С другой стороны BNC розетка Мы приобрели его в Китае на Алиэкспресс Потому что здесь я таких переходников не нашел Ссылку я вам дам Теперь по поводу настройки приемника самого Смотрите, начнем с FM модуляции Вот выбрана частота 434 МГц Далее Ширину канала будем ставить поменьше Шумоподавитель будем ставить на единичку Потому что, ну, естественно, с открытым шумоподавителем Вы принимать, скорее всего, не будете Поэтому будем вот в рабочем режиме измерять, как обычно Есть ролик, вот недавно вышел По поводу этих споров с открытым шумоподавителем Чувствительность измерять Либо все-таки измерять именно в реальных условиях Которые вы сможете использовать Естественно, здесь в данном случае будем использовать Реальные замеры чувствительности с минимальным порогом шумоподавителя Так, ну и дистанцию, соответственно Или как выбор здесь самого шумоподавителя Будем выбирать DX для того, чтобы обеспечить минимальную чувствительность Как видите, индикатор внешней антенны уже стоит Выбрана модуляция узкая, частотная На ней сейчас и будем проверять Подключаем тогда генератор Включаем модуляцию FM Давайте я амплитуду даже поменьше пока сделаю Так, включаем модуляцию Включаем высокочастотный выход Давайте вот так, наверное, я сделаю То есть вы можете наблюдать амплитуду сигнала И здесь уже настройки вы видели все То есть 434 МГц SQL на единице DX Ширина полосы приемника 1,7 кГц Начинаем тогда смотреть Амплитуду Ну я, то есть сейчас медленно, да, все Потом будем это все уже проходить побыстрее Ну вот видите, мы уже прошли сигнал 119 dBm Это соответствует 0,25 микровольта Приемник пока не открывается Да, чувствительность, конечно, низка Здесь даже на 434 МГц Ну да Игрушка для огромных амплитуд Ну вот только на минус 92 dBm он открылся Давайте я вам еще на всякий случай Вот для первого раза покажу Тогда с открытым шумоподавителем Как это все будет происходить, да То есть вот он открытый наш, да, полностью Смотрите, я сейчас уйду То есть вот он еще Более-менее сигнал слышен, да То есть вот где-то на минус 118 Еще явное соотношение сигнал-шум в районе 12 dBm есть, да Но в таком режиме, в таком режиме вы работать, естественно, не будете Это вот минимальная амплитуда с генератора Поэтому будем измерять, естественно, то, что вы сможете использовать в реальных условиях То есть будем ставить все-таки Хотя бы на единичку, да, шумоподавитель Видите, теперь минус 136 dBm он не принимает Ну в смысле шумоподавитель не открывает Или динамик не открывает Но в этом случае чувствительность, ну, очень и очень низкая Даже на минус На, в смысле, на частоте 434 МГц Вот видите, минус 92 dBm Все, я записываю И тогда переключаться будем сейчас в другие диапазоны Сначала в FM-модуляции И настройки остаются такими же Так, еще по поводу ширины полосы приемного фильтра 1,7 у нас кГц Это был минимальный уровень Ну, или минимальное значение ширины Теперь поставим максимальную ширину Ну, тоже, ну, только для этого примера Посмотрим То есть 4,5 кГц сейчас стоит Это в данном режиме максимальное значение Так, смотрим опять же на амплитуду Ну, вот, видите, на 93, на минус 93 То есть даже чуть он побыстрее открывается Ну, соответственно, в этом режиме можете фильтры пошире поставить Давайте я, наверное, в таблицу такой и внесу И запишу, что это 4,5 кГц ширина полосы Так, 145 МГц ровно Выбираем здесь частоты 145 Открывается Так, давайте амплитуду уменьшать Так, ширина полосы, как вы видите 4,5 я оставил DX стоит режим Дальше SQL единичка Ну и, соответственно, модуляция частотная Смотрим Здесь, как видите, чувствительность немного получше будет Смотрим Все равно, конечно, низкая Минус 108 дбей Или 109 все-таки записать Нет, на 109 еще Ну вот, на 109 Давайте все-таки 108 я запишу тогда Минус 108 Так, следующий диапазон 255-550 Самый популярный канал у пиратов Которые используют натовские спутники Псадком Проверим чувствительность на нем Так 255-550 Мегагерца Амплитуду Смотрим Здесь послабее, как вы видите, уже Чем 145 Ну, минус 102 дбейм Лучше, чем 400 мегагерц Так Дальше Кстати Перестройка Да, вот сейчас на речной канал на 300-200 Мы перестроимся Я вам покажу, каким образом То есть, вот кнопка Step есть Да, ну, по крайней мере, я так нашел Да, но она Когда Вы ее сразу вот сейчас нажмете То она будет переключать шаг к сетке частот Именно Да, вот смотрите Видите 12,5 7,5 5 1 кГц 25 Но Если мы Будем пользоваться Вот этим Положением Да, ну, или Регулятором Колесом То Кнопка Step У нас Будет уже использоваться Для переключения Разрядов Перестройки То есть, вот нам теперь надо Допустим 300 Поставить 200 Вот мы переключились 300-200 То есть, для быстрой перестройки В общем-то Привыкнуть можно Но для сначала Не очень удобно Так, 300-200 Основной Речной канал Смотрим Здесь Модуляция Также Используется Частотная Принимает Не очень Опять же Он здесь На речных Каналах Ну, посмотрим Да Минус 100 ДБ Так, но Ну, а теперь Будем переключаться В амплитудную Модуляцию Начнем Мы тогда А, хотя нет Вот еще Просил человек На 27-200 Да Перестроиться В Сиби-диапазоне Проверить Частотную Модуляцию Именно Как В 27 Это уже Другой Видимо Да Тут придется Переключить Бенд Уже Так Вот На 3.6 Кстати Он подвисает Переключается Долго Так 121-800 Это мы потом Проверим Да Вот Сиби Да У нас 27 Ну, давайте Сначала Я все-таки Переключусь На Частоты 200 Распросили Поставим 200 Так И мы Поменяем Модуляцию Ох Не тем Кнопкой Сет Надо выбирать Модуляцию Поставим Пока FM Так Ширина Канала 1.7 Давайте Я поставлю Наверное Ее Побольше Да Тоже 4.5 Поставим Так 27.200 Ширина Канала 4.5 КГц Сначала Модуляция Частотная 27.2 Мегагерца О Здесь Уже Открывается То есть В Сиби Диапазоне Он Неплохо Принимает По крайней мере В частотной Модуляции Давайте Я Грублю Тогда Ну или Уменьшаю Амплитуду С генератора Смотрим Минус 108 ДБМ Неплохо Так же Как и На 145 В Уфеме Так 108 ДБМ Это 0.9 Микровольта Грубо говоря Чувствительность Но Почти Как у Сибишных Станций Да В два раза Похуже Но Нормально Я Приятно Удивлен Так Ну а теперь Будем Переключаться В амплитудную Модуляцию С Частотной Мы на этом Тогда Закончим Давайте Будем Тогда Ставить Амплитудку И На 27 135 На Канале Дальнобойщиков Тогда Мы Проверим Сейчас 27 135 Давайте Я так Пробегусь Близко В общем 27 135 Амплитудная Так 1 КГц Здесь Ширина Полосы Стоит Так Давайте Я вам покажу Так 1 КГц Здесь Вот Единичка У нас Шумоподавитель Ну давайте Пока С 1 КГц Тогда Проверим Посмотрим Так Включаем Амплитудную Модуляцию Частота 27 135 МГц Так Комплитудка Комплитудка Включена Увеличиваем Уровень Сигнала Но Тоже Относительно Неплохо Минус 106 ДБМ Так Теперь Давайте Тогда Переключаться В амплитудную На 120 МГц А ну давайте Кстати ширину Канала Попробуем Пошире Поставить 4 КГц Здесь В этом Режиме Плохо Видно Точку Нет Не 4 Больше Ставится На 2 КГц Он Принимает Минус 116 ДБМ Обратите Внимание Но здесь Из-за Регулировки Может Он не Точно Показывать Сейчас Мы Все Таки Тогда Максимальную Ширину Канала Поставим 6 Да 6 КГц Ставится Максимально Здесь Сейчас Я вернусь 6 КГц Смотрим На 6 КГц Как он Будет Принимать Да Обратите Внимание Что На 6 КГц Здесь Он Значительно Хуже Принимает То есть На более Узкой Полосе Он Принимает Лучше Вообще Да Уже 74 Минус 74 ДБМ До сих Пор Не Открылся Посмотрим Все Таки Для 27 135 Да Какая Ширина Полосы Оптимальна Я Вот Сейчас Поставил На генераторе Минус 110 ДБМ Он Включен Подается Амплитудная Модуляция С генератора Давайте Вот Сейчас Стоит Поближе Сделаем Сейчас Стоит 6 КГц Да У нас Ширина Полосы Давайте Попробуем Попробуем На нем Нем Сейчас И проверю И в таблице Это Запишу Тогда Значение Именно Чувствительности На этой Частоте Вот С Таким С Такой Шириной Полосы Как видите Все остальные Значения Остались Ну Настройки Одинаково Видите Минус 116 ДБМ Он Даже Принимает Еще Раз Отключаюсь Даже Минус 117 ДБМ Еще Раз Минус 116 ДБМ То есть Для Этой Частоты Для 27 135 Минус 116 ДБМ Чувствительность Можно При Получить При Ширине Фильтров 2 КГц Так Теперь 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 Давайте Переключимся В Авиа Тогда На 120 Мегагерц Там Тоже Поисследуем Чувствительность Так Теперь Частота 121 Мегагерц Амплитудная Модуляция Ширина Фильтра 2 КГц Смотрим Откроется Он Ну Минус 109 ДБМ Да Это 2 КГц Давайте Я Наверное Все Таки Тогда Повыбираю Полосу Уйду По Амплитуде Чуть Подальше Чтобы Он Закрылся И Попробуем Раскрыть Его Меняя Ширину Полосы Фильтра 1 КГц Амплитуде Идет Вне Зависимости От Чистоты Для Оптимальной Чувствительности Лучше Использовать Ширину Полосы Фильтра 2 КГц Еще раз Я хочу Стабильность Все таки Проверить Минус 109 Он Открылся Минус 109 ДБМ На 2 КГц Давайте Еще раз К этой Амплитуде Приду Посмотрим Откроет Он Или Нет Ну да Нормально То есть На пол ДБМ 108 Открылся То есть Все таки Чувствительность У данного Приемника От ширины Полосы Очень и Очень Зависит Поэтому Для Амплитудной Запомните 2 КГц Оптимально Так Переключился Я на 3.6 Мегагерца По умолчанию ССБ Модуляция Включается Здесь Но сейчас К ССБ Попытаемся Мы Попробовать Измерить Чувствительность Генератор У нас Только Амплитудную И частотную Модуляцию Может Подавать Поэтому Попробуем Сейчас С ССБ Тоже Разобраться Но давайте Сначала С амплитудкой Все таки 3.6 Ширина Фильтра 2 кГц ДХ Смотрим Ну Прямо Отлично Для Такой Малютки Минус 119 ДБМ Это 2 кГц Тоже Так Ну давайте Я вам покажу Еще разок Тогда Ширину полосы Сейчас будем Изменять На 1 кГц На 1 кГц Уберем СССБ Модуляцию Вот он Показывает СССБ Да Но на самом Деле Это USB То есть Верхняя Боковая Полоса Почему Они поставили Здесь Просто СССБ Не совсем Мне Понятно Еще Вот Раз Я Вернусь И вам Покажу Смотрите Меняю Да Я режим Не успел Вот Нижняя Боковая Полоса Показывает Как надо Название А верхняя Боковая Полоса Показывает Просто ССБ Почему Непонятно Так Давайте Тогда Начнем С верхней Боковой Которая Называется Здесь ССБ Возвращаем Тогда На 3.6 Так Дальше Продолжение Сверху Ровно так и нам придется тогда сместиться все-таки раз это верхняя боковая полоса то мы будем измерять сдвинемся сейчас на эти 5 килогерц поставила ширину полосы как видите по умолчанию давайте мы наверное все таки выберем здесь два сначала 220 здесь выбирается оставим так на генераторе на самом мы но ssb это разновидность амплитудной модуляции соответственно использующийся верхнюю полосу частот амплитудной модуляции поэтому сдвинемся мы сейчас на 1 килогерц здесь 3.601 мегагерца как видите да вот сигнал становится чистенький ну-ка давайте я попробую поменять допустим на 2 килогерца по уровню сигнала мы ну видите уже искажения появляются да все таки даже где-то вот так наверное на девяточки принимать но давайте тогда на 1 килогерц все-таки сместимся и теперь амплитуду так а он у нас шума шума дав еще открыл к тому же да здесь автоматами я сейчас поменяю тогда его на единичку поставлю обратите внимание он здесь шума дав регулировать не хочет то есть он здесь в этой модуляции он остается всегда открыт в lsb посмотрим да ну то есть в ssb модуляции он шума подавитель всегда стоит оставляет открытым хорошо пусть открытый шума дав тогда будет раз он в этом режиме не выбирается слушаем тогда сигнал на какой амплитуде будет слышен сигнал генератора уже нормально и запишем эту чувствительность тогда но в принципе минус 122 дбм уже вполне так минус 122 дбм ширина 2 и 2 килогерца смещение на 1 килогерц так ну что все мы тогда все измерили так но давайте теперь разбираться с fm еще разок да на 434 мы при четырех с половиной килогерц их получили слабую чувствительность минус 93 дбм вот опять останавливаемся здесь пока на 4 и 5 килогерца и посмотрим стабильность показаний да еще разок тогда модуляция включена включаю высокочастотный выход и выход модуляции смотрим откроется ли он стабильно при этой амплитуде а потом уже будем тогда играться с шириной полосы еще раз да как видите все нормально то есть на четыре с половиной он открывается так теперь давайте менять полосу 375 2 и 5 1 из 7 4 и 5 это максимально широкая полоса давайте я по моему уже я это делал до 17 смотрим но увидите 17 он на 90 открывается поэтому да здесь все-таки для fm модуляции оптимально использовать четыре с половиной килогерца видите мы прямо при вас разбираемся то есть этот приемник вот с этими измерениями я держу первый раз поэтому мы прямо с вами и получаем все эти нюансы кому-то это может быть не понравится потому что мы но времени может быть много тратим могли бы это исследовать скажите отдельно а потом бы нам уже краткую выжимку сделали но мы так не работаем нам вот так интереснее делает прямо при вас разбираться поэтому но уж не судите строго так сказать то есть все переходим тогда к выводам пожалуй мы все замерили переходим к выводам так ну что я в принципе приятно удивлен данным приемником почти во всех диапазонах он работает неплохо ну то есть по крайней мере хоть что-то какие-то сильные сигналы вы сможете услышать единственное почему-то до один из самых популярных диапазонов на 434 мегагерца мы получили самую слабую чувствительность то есть минус 93 dbm всего лишь причем как видели мы и ширину фильтра меняли это четыре с половиной получили оптимальные значения 90 минус 93 dbm это аж 5 микровольт к сожалению да в 400 мегагерц она в этот приемник в частотной модуляции работает плохо вообще какие главные выводы да во первых не очень удобно перестраиваться по частоте еще один нюанс у каждого бенда при выборе проверяйте все эти настройки то есть режим работы ширину полосы фильтра потом удаленный либо нормальный либо ближний абонент то есть local dx и normal тоже выбирайте и шумоподавитель также регулируйте для различных модуляций но это если для различных бендов теперь еще полезный вывод по поводу ширины полосы 2 килогерца выбирайте для амплитудной и ssb модуляции и четыре с половиной килогерца выбирайте для радиочастот fm модуляции так можно получить минимальную чувствительность ну и пожалуй на этом все тогда у кого вопросы есть задавайте их в комментариях кому видео понравилось ставьте лайк опять же вот обратите внимание да что мы прямо при вас разбираемся с оборудованием поэтому могут быть какие то вот но появляющиеся нюансы при съемке видео но мы специально их не вырезаем почти ничего чтобы вы видели какие есть у оборудования тонкости и сложности если они возникают все на этом тогда попрощаемся с этим видео закончена и по приемнику задавайте вопросы но мы с собой его периодически будем брать потому что он и компактные легкие зарядку дополнительную не требует порт юсб стоит тайп си поэтому да будем куда то ездить будем его с собой брать все кому видео понравилось подписывайтесь на канал это видео телеком всем доброго до свидания а